За последние пять лет качество казахстанской пшеницы значительно ухудшилось. Об этом сегодня сообщил заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов на встрече с сенаторами. Они обсуждали вопросы продовольственной безопасности. По его словам, большая часть собранного урожая пшеницы пятого класса. Как отметил замминистра сельского хозяйства, причины кроются в плодородии почвы. Фермеры годами не удобряют землю. К тому же вредят урожаю болезни. Площади посева пшеницы за последние пять лет сократили больше, чем на 2 миллиона гектаров. Вместо этого ведомство планирует уделить внимание выращиванию масличных и бобовых культур. Например, поля в северо-казахстанской и Акмолинской областях засеют чечевицы. Качество пшеницы с каждым годом падает. Надо сказать, что последние пять лет качество казахстанской пшеницы падает. Это ряд факторов есть. Первое – это природно-климатические условия, влажность. Второе – то, что десятки лет не уносились те же элементарные удобрения, потому что истощение почвы идет. Сельхозник просто выкачивает, сеял ежегодно ту же пшеницу, и вот с прошлого года такая напасть, никогда в Казахстане не было, это пошли болезни. Почему та же минимальная обработка, ноутил, о которой мы говорим, да, она дает сегодня обратный эффект. Хотя до этого рекламировалось, что это все будет красиво, все хорошо. Сенаторы недовольны вкусом отечественного хлеба. По словам Лязата Кеинова, в его приготовлении используют ядовитые дрожжи. О таких подробностях в Минсельхозе не знали и обещали разобраться. Оказывается, вот дрожжи, которые мы применяем, вообще на территории бывшего Советского Союза, это ядовитые дрожжи, оказывается. Их категорически нельзя применять для хлебопечения, потому что сам автор, который придумывал, оказывается, говорил, нельзя использовать эти дрожжи для хлеба. А мы применяем. И нигде в мире, кроме нас, такие дрожжи не применяют. Оказывается, в этих дрожжах есть формалин. А формалин – это яд, который применяют, так сказать, чтобы сохранить трупы. Это яд. А она там есть в этих дрожжах.